На один вечер они сменили белые халаты на праздничные наряды. Накануне в Новочебоксарске чествовали трудовые династии медицинских работников. Награды из рук главы республики получили представители 20 семей. С некоторыми из них познакомился Виктор Вавилкин. Перед дворцом культуры химик шумно и людно. Здесь участники конкурса детских рисунков. Медицина, профессия, призвание, жизнь презентуют свои работы. Я уколов не боюсь. Наталья написала, да? Наталья написала, здорово. Вот тут шприц такой большой. Такой дольки же мультики показывают, да? Или на картинке Гералат. В здании ДК яблоку негде упасть. В приветственном слове Михаил Игнатьев отметил, что благодаря хорошей работе медицинских работников в республике уже несколько лет регистрируется демографический рост, увеличивается количество долгожителей. Также глава рассказал о том, что в ближайшие годы планируется построить 50 новых ФАПов. Еще одна новость. Чебоксарскую детскую городскую больницу номер 2 капитально отремонтируют. В скором времени Чувашия получит 24 миллиона рублей на благоустройство учреждений образования и здравоохранения. Такое распоряжение накануне подписал Владимир Путин. Помимо больницы в Чебоксарах, на эти деньги планируют отремонтировать центр образования и комплексного сопровождения детей в Канаше. Низкий вам поклон, дай Бог вам здоровья, долголетия, мира, согласия, любви к своей работе и к своим пациентам. Всего в этот день отметили 20 семейных династий. Например, династия Арсютовых насчитывает 11 медицинских работников. Их общий трудовой стаж 279 лет. Первым на медицинском поприще попробовал себя Геннадий Арсютов. В 60-х годах он приехал в Чебоксары. Получив образование в электромеханическом колледже, он понял, что его призвание в другом. Я считаю, это вообще превосходно, когда ты и морально, и духовно, и физически можешь оказать любому человеку какую-то помощь. Мы горды тем, что мы Арсютовы, тем, что мы сегодня представляем нашу семью, нашу фамилию. На фронте медицины, республики более чем по семи специальностям. То есть фактически мало какая специальность есть, которая не связана с нашей работой. Поэтому мы этим очень гордимся и очень хотим, чтобы наши дети, наши внуки, тоже последовали нашему примеру. Самый большой общий трудовой стаж оказался у династии Барановых. Он превышает 500 лет. Многие трудятся в Красноармейском районе. А начиналось все в 19 веке. Сестры Марфа и Агафья не имели образования, но были знатными знахарками и повитухами. А вот все последующие поколения специально обучались лечебному делу. В 13 лет умерла моя мама. Да, так получилось, что и мне очень не хотелось, чтобы люди болели, а люди умирали. И вот как-то так вот я старалась всю жизнь следовать этому правилу. Не только медицинские работники в этот день получили свои награды. Отметили и журналистов, чье творчество доходчиво и оперативно рассказывает о развитии здравоохранения в республике. Белые халаты – символ самой гуманной профессии. В этот вечер получили сразу две сотрудницы ГТРК Чувашия. Татьяна Иванова – автор программы «Медицина. Мое призвание» и рубрики «Вести медицина». И Маргарита Львова – автор цикла радиопередач «Будьте здоровы». Виктор Вавилкин, Игорь Ульянов – Вести Чебоксары.